И снова здравствуйте! Сезон обеих дрифт-серий подходит к концу. Из грустных новостей, увы, да, из календаря РДС исчез Сочи. Из хороших появился Ростов-на-Дону, пусть пока лишь у РДС Европа. Но лиха беда начала. А начало ли? А давайте-ка в преддверии финалов обеих серий и мега-битвы суперфинала Европа против GP вспомним, как вообще РДС появился на российском юге. С вами Алексей Миловидов и отправляемся в путешествие во времени. Многие знают, что история РДС началась почти одновременно во Владивостоке и в Санкт-Петербурге. Но гораздо меньшее количество зрителей в курсе, что именно первый этап РДС был проведен на юге, а именно с 16 и 17 апреля 2010 года на СТК-пилот в городе Усть-Лобинск, что неподалеку от Краснодара. Трасса, кстати, действует и по сей день, и вокруг там мало что изменилось, разве что специфического запаха нет, которое является доминирующим воспоминанием у пилотов, гонявших там в те далекие времена. В финале тогда ехали Михаил Ханткарян на околостоковом 90-м турике и Евгений Ружейников на 32-м скайлайне. Ханткарян победил. А еще из интересного, там было 300Z, на которой в прошлом сезоне в РДС Европы прокатился Леонид Шнайдер. Закрывал сезон также Усть-Лобинск, встречавший пилотов проливным дождем. Первым к финишу приплыл Георгий Степанян, он стал вице-чемпионом, а чемпионом РДС-2010 стал Евгений Сатюков. В следующем 2011 году дрифт переехал в Краснодар на ныне, увы, закрытый турбодром «Белая стрела». Именно там проходило открытие сезона РДС, теперь уже Запад. Победителем тогда стал будущий чемпион 2011 года Феликс Читипаховян на 80-й супре в финале, встречавшийся с Максимом Твардовским на 34-м скайлайне. Оба тогда выступали за Evil Empire. А еще все там же, то есть в Усть-Лобинске и на «Белой стреле» проходили этапы открытого чемпионата Краснодарского края по дрифтингу, что было попыткой зарождения РДС-Юг, который затем на некоторое время стал ДБС, то есть проходил не под эгидой РДС. По-настоящему же дрифт пришел на юг в 2016 году, когда появился Сочинский автодром. Первым мероприятием, прошедшим там, стал Кубок чемпионов, проходивший в конце октября после основного сезона РДС. Победил там Георгий Чевчан, объехавший в финале Алексея Вишневского. Опробовав формульную трассу, РДС остался там надолго. Да, увы, ничто не вечно, но Сочи-автодром навсегда впечатан яркой страницей истории российского дрифта. В 2017-м там прошел четвертый этап РДС-Запад, который выиграл все тот же Чевчан, правда на сей раз в борьбе с Евгением Ружейниковым. И Кубок чемпионов, который забрал в борьбе с Федерико Шерифа Илья Федоров. В 2018-м сдвоенные четвертый и пятый этапы главной серии страны, появившейся в том году РДС-Джипи. Победителем четвертого этапа стал Денис Репкин на Супре. А пятого на Ото Суинага на С-14-й Сильвии. Ну а с 2019-го по 2023-й в Сочи всегда проходили финалы Гран-при российской дрифт-серии. И именно тут всегда решалось, кто же станет чемпионом. Причем зачастую ничего не было понятно вплоть до самого последнего заезда. В 2019-м за финальный этап начислялись двойные баллы, чтобы было интересней. И чтобы Георгий Чевчан точно стал трехкратным чемпионом, ему нужно было дойти до топ-8. Но в топ-16 у него произошел техсход. И Гоча следил за происходящим из боксов. Правда, решилось все довольно быстро. Там же в топ-16 в заезде Евгения Ружейникова и Тетсуи Хибина, который шел в чемпионате вторым. Хибина в первом заезде влетел в стену, не смог продолжать и сошел. А Гоча стал таки трехкратным. Победителем же того этапа стал Чарльз Энн, что позволило ему стать вице-чемпионом 2019-го года. Еще из интересного, на том этапе впервые в РДС появился японский монстр Масата Кавабата, который ехал за форвард-авто. В 2020-м все решалось вновь, разумеется, в Сочи. Алексею Головне, как и Гоча, в прошлом году достаточно было дойти до топ-8. И Чепа, в отличие от Гочи, это сделал. Пусть и проиграв в этой стадии Роману Тивадару. А Евгений Лосев, хоть и победил на этом этапе, в финале объехав все того же Тивадара, по итогам сезона стал лишь вторым. В 2021-м судьба чемпионата не была ясна до финального заезда. Аж три претендента на чемпионство встретились в полуфиналах. В итоге чемпионом РДС-GP 2021 с преимуществом аж в три очка над Георгием Чевчаном стал Джек Шенахан, на этапе получивший бронзу. А в финале бились все тот же Гоча и Джеймс Дин. Причем бились в прямом смысле. Победителем на этапе тогда вышел Дин. 2022-й для Сочи стал самым малочисленным в плане количества пилотов. Даже топ-32 был отменен. Но опять же судьба чемпионата решалась именно тут. Причем для многих довольно трагична. Два пилота форвард-авто, претендовавших на чемпионство, Георгий Чевчан и Роман Тивадар, столкнулись и в переносном, и, увы, в прямом смысле на стадии топ-16. Тивадар из борьбы выбыл, а Гоча на хромой машине выехал в топ-8, но через ОМТ проиграл Лосеву и стал вице-чемпионом. А победителем этапа и чемпионом РДС-Джипи 2022 стал Аркадий Цереграцов. В 2023-м же все решилось и вовсе – бочные схватки претендентов в финале, то есть на самых последних минутах. Антон Козлов бился как лев, но не смог одолеть Георгия Чевчана, ставшего первым в истории четырехкратным чемпионом РДС-Джипи. Уф. А сколько автомобилей было разбито, а стены Сочи-автодрома не сосчитать. Самым страшным и запоминающимся крэшем не только Сочи, но и, возможно, вообще всего РДС-Джипи был отрыв колеса и улет в стену на 150 км в час до Мира и Диетулина в 2022-м. В первой, надеюсь, в последний на моей памяти раз кто-то из пилотов уехал с автодрома на скорой. Повреждения у Дамира оказались некритическими, но достаточно серьезными, чтобы он, находившийся на минуточку в статусе лидера чемпионата, не смог продолжить, оказавшись по итогам сезона третьим. Ну и горящая Зетка Цереграцова в 2021-м тоже не забывается. Там тоже все закончилось благополучно, но выглядело страшно. А теперь отмотаем время чуть-чуть назад и в 2019 году уже официально появляется чемпионат РДС-Юг. Этапы в том году проходили на площадке Краснодарского Озмола, в Воронежском Сити-Паркграде и в Ростове-на-Дону, дамы и господа. Победителем того этапа стал не кто-то, а Чарльз Энн, в жарких ростовских сумерках объехавший Дмитрия Тихомирова. Третьим стал Илья Федоров. Так что даже мировые звезды из сюда, то бишь в Ростов-на-Дону, заскакивали. Чемпионом РДС-Юг 2019 года стал Владислав Сазонов. Кстати, из интересного, в том же 2019-м проходил первый совместный этап РДС-Юг и РДС-Запад в Рязани. И далее он был не один, но об этом расскажу в Рязани. Пока же возвращаемся на юг. В 2020-м, несмотря на пандемию, южная история продолжилась. Первый этап прошел не где-нибудь, а в Грозном. Далее был юг против запада в Рязани, этап в Белгороде и совместный с западом финал в Сочи. Чемпионом 2020 года стал сочинец Дмитрий Харченко. РДС, кстати, была единственной дрифт серии мира, умудрившейся в том году провести полноценный чемпионат. Еще и не один. К сожалению, этот самый 2020 год стал последним для РДС-Юг, но таки не концом дрифта на юге. Как я уже рассказал, в Сочи финалы РДС-Джипи проходили вплоть до прошлого года. Увы, в 2024-м Сочи автодром закрыл свои двери для дрифта. Но, когда закрывается одна дверь, открывается другая. И, кто знает, возможно, с концом сочинской истории начнется Ростовская. И мы с вами будем ее свидетелями. С вами был Алексей Миловидов. Спасибо, что поностальгировали вместе со мной. Да и сами давайте расскажите в комментариях, какие южные этапы запомнились лично вам. Вдруг я забыл что-то интересное. А может быть, вы где-то побывали, так сказать, живьем, есть какие-то интересные истории, оставшиеся за кадром. В общем, пишите. Если кто пропустил какой-то из этапов Европы или Джипи, ну, бегом на РДС-ТВ, ссылка в описании. Ну и да, не забывайте, что впереди еще финалы обеих серий. А совсем скоро, 5 и 6 октября, именно в Ростове-на-Дону пройдет их долгожданная грандиозная битва. Ну, серий. Суперфинал Европа против Джипи, билета на который можно будет купить на tickets.vdrift.ru. Ну а трансляцию, как и все остальные, посмотреть на РДС-ТВ. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!